Как выдал поручение Харьковский городской голова, точнее исполняющий пока еще обязанности, так и заработали государственные городские службы. По вопросу неразрешения строительства Воробьевых гор собирается инициативная группа все тех же жителей Балакирина, комплекса Балакирина, и выезжают на место глава Шевченковского региона, представители застройщика, а именно компания «Желстрой-1» и Андрей Иванович Руденко. Андрей Иванович ставит перед Воробьевыми горами задачу. Воробьевы горы после встречи ее игнорируют. Потом отвалится какой-нибудь кусок от детской площадки, кто-то туда упадет или подстанется, и мы прославимся на всю Украину. Зачем это мне нужно, я не понимаю. Первая задача – убрать забор, и вторая задача – это укрепить стенки, чтобы не было упалки. Так как Воробьевы горы активно игнорируют этот процесс, Андрей Иванович решает собрать снова Воробьевы горы представителей застройщика и инициативную группу жильцов у себя уже в кабинете для конкретного разговора. Но Воробьевы горы уже присылают адвокатов. Вопрос не адвокатского разговора с точки зрения юристов. Если с точки зрения юристов мы с вами зайдем, то вы их заведете в большую расходную часть по решению вопросов с правоохранительными органами. Это я вам гарантирую. А в данной ситуации они тогда вообще ничего не найдут, никаких конструктивов. Вырыли котлован, сейчас он небезопасен для нас, для наших детей. Давайте договоримся за капитальную подпорную стену. Вам нужна она? Мы сделаем. План авракат, если вы там собираетесь строить дом, то мы прекрасно понимаем, что эта подпорная стена нужна прежде всего вам. Для того, чтобы наша парковка первая вместе с детской площадкой и подстанцией не приехала к вам в отбор. Не так ли? После очередного дождя. Поэтому говорит нам, что мы для вас сделаем подпорную стену, но это как минимум с лишним. Мы ее сделаем и она будет в том числе и для вас. Она будет в том числе и для города. Часть ваших проблем нужна. Для начала верните то, что было. Верните то, что было. Верните то, что было. Верните то, что убрали. В данной ситуации есть детская площадка, тут ходят люди и здесь выбран хрум. Поэтому его надо либо укрепить, либо отсыпать, сделать его пологим, для того, чтобы не было обрушения в дальнейшем. Дальше, попросить проектантов данного дома надо, я приглашу сюда Жилстроя 1. Пригласить своих проектантов сесть, обсудить вопрос уже в рамках конструктива дома, здания и дальнейшего развития этого участка. Потом показать это дальнейшее развитие тем людям, которые там живут, для того, чтобы не было кипиша. И потом в дальнейшем уже дальше двигаться. Что же по состоянию на сейчас? На сейчас Воробьевы горы завезли пару камазов земли, делают из земли подпорную стенку, но она по факту не будет подпорной, все это понимают. Туда нужны глубокие деревья, то есть деревья с глубокой корневой системой, для того, чтобы могла быть функция подпорной стены. И убирают частично забор. Все, пока больше ничего не происходит, строить площадку, правда, тоже не заложили. Будем следить и я буду вам рассказывать, что в городе происходит нечасто. Нечасто запрещают стройки городским застройщикам. И сейчас именно тот случай, поэтому не переключайтесь, оставайтесь и наблюдайте, как бороться с устройщиками, потому что завтра стройка начнется у вас во дворе.